благодать на самом деле друзья всем хочу сказать что ибо благодатчиком кто-то считает себя благодать она дает тебе силу не грешить это не вседозволенность она дает тебе силу не грешить то есть вот эти дела духа без благодати они вообще невозможны однажды с одним человеком очень авторитетным разговаривал сидел у него машине и он горит мне вот у меня еще столько много всего в жизни и я не могу пока покаяться перед богом я говорю тебе нужно покаяние вот именно из-за того что у тебя слишком много всего в жизни он горит я люблю там блудить я люблю это я люблю то я начал перечислять свои грехи я говорю вот тебе как раз и надо покаяться да очень занят именно чтобы прийти к богу потому что если ты по если покаешься все эти вещи не надо делать друзья мои это неправильное вообще представление потому что благодать по-другому работает она изнутри как иисус сказал помните на 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 дланях сердце напишу я говорю вот именно вот такой какой ты сейчас тебе нужно покаяться он это чё я изменюсь я говорю ты сам увидишь он принял иисуса христа и через месяц он приходит пастор я вообще другой у меня как будто что-то внутри поменялось вот в том-то вся и суть как пастор андрей говорил ты что-то заменил своей жизни то есть мы все в клетках сидим а благодать она дает нам ключи вырваться из клеток и вот эта благодать она именно дает нам силу не грешить больше как я могу любить другого человека до без благодати вообще никак как я могу подставить чоку когда бьют тебе по одной щеке да без благодати вообще никак как я могу пророчествовать без благодати вообще никак понимаете даже любовь божья она невозможно без благодати n continuity именно тогда когда ты понимаешь благодать именно тогда когда ты переживаешь бога внутри себя все меняется я изменился благодаря благодати потому что вдруг в один момент когда принял isus'a мне стало жалко другого человека. Я посмотрел на вещи по другим соусам, по другим взглядам. Я начал смотреть вообще на христианство в целом по-другому. Почему? Потому что какие-то внутренние перемены произошли. И сегодня, благодаря благодати, я пастор церкви. Потому что без этого я бы никогда им не стал, если бы не благодать. Мы живем и движемся вообще благодаря благодати. Поэтому, друзья мои, есть свобода от греха, есть свобода от зависимости. Это Божья благодать, которая пролилась. Тебе нужно просто прийти к Иисусу, просто взглянуть на Него по-другому, просто принять Его в свое сердце. И твоя жизнь просто сумасшедшим образом поменяется. Ты увидишь другие перспективы, правильно? Переживания другие увидишь. Когда у тебя внутри переживания, все, ты понимаешь, Господи, а зачем мне вообще какие-то грехи? Зачем мне какие-то вещи другие? Они вообще не нужны. Поэтому благодать — это сумасшедшая сила, которая поможет тебе прорваться и освободиться от твоих грехов. Аллилуйя! Эта благодать высвобождается верой в Иисуса Христа, приглашением Его. И поскольку Иисус, вот как мама, приходит, не просто сама по себе, она приходит с любовью, с пирогами, с едой, с одеждой, с ключами, со всем, что хочет дать своему ребенку материнское сердце. Точно так же Господь, когда мы приглашаем Его, Он входит со всей полнотой, с исцелением, с радостью, со свободой, с силой, с утверждением. И мне буквально нужно несколько слов, на самом деле, вот как освободиться от зависимости, вот помимо фокуса на хорошее, как отсечь? Вот здесь послание Галатам говорит, что те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Как ее распять? Я думаю, что кто-то прямо сейчас может принять эту благодать. Реально, что благодать — это даже не учение, как и вода, это не учение о воде. Сколько ни говори, вода не напьешься. Точно так же и благодать. Это реальная живая сила, и она, главное, что она есть. Эта сила, она есть, и она есть прямо сейчас, и ее можно принять. И кто-то, возможно, ухватится прямо сейчас за это и почувствует это в себе. Потому что благодать, она ведь что делает? Она уводит от иллюзий, она разрушает иллюзии. Вдруг человек прозревает и понимает, и говорит, да, я живу в иллюзиях, я просто погряз в каких-то, я живу в иллюзиях. И иллюзии развеются, и ты понимаешь, что твоя жизнь, иллюзия — это бессмыслица жизни. Это вечные проблемы, которые никогда не решатся. Это бежать, как остык за морковкой, думая, что рано или поздно ты ее дай. И вдруг ты понимаешь, это иллюзорная жизнь. Это жизнь во лжи, это обман. Кого я обманываю? Это ложь. И человек, вдруг ухватившись за эту благодать, он понимает, что Бог дает это прозрение. И если ты прямо сейчас это хватаешь, то это именно и есть благодать. Это именно и есть спасающая благодать. Когда ты говоришь, хватит жить в иллюзиях, и благодать, она ведет тебя в мир мудрости, в мир божественных знаний, божественных наслаждений, божественной мудрости, божественной любви. Она поднимает тебя, выводит тебя из матрицы, вот из этой скучной, унылой матрицы лжи и обмана. И вводит в сверхреальность, в божественную реальность. И человек, что он переживает? Царство Небесное приходит вовнутрь тебя. А это уже есть духовный рост, когда это происходит. Да, и как вот распять плоть со страстями и похотями? Это вообще очень сложный вопрос. Потому что сколько бы ты себя не дисциплинировал, вообще не получается. Она живая. Но именно тогда, когда ты стремишься к Богу, именно тогда, когда ты бежишь за Ним, вокруг тебя появляются люди, которые также бегут за Ним. Ты сам видишь, как вот эти плотские вещи, они уходят на задний план. Они больше не имеют такого влияния, как они имели раньше. Поэтому приближение к Богу, Он приближается к нам. И плоть, она сама собой просто умерщвляется. Поэтому вот это очень важно, друзья мои. Это огромная истина, которая так проста о том, чтобы мы просили Бога, чтобы Он сам стал нашим фокусом, нашей любовью, нашим желанием, чтобы Он явил себя на... Пастор Андрей, повезите, пожалуйста, в молитве. Я просто зачту сейчас буквально несколько секунд. Несколько молитвенных просьб. Валера, Павла, прошу молиться за спасение и освобождение. Зауреш Тюлендина, пожалуйста, молитесь за исцеление щитовидной железы, горло, сердце, желудка, за свободу от духа, гнева и раздражения. Светлана Московских, прошу молиться за освобождение моего сына Анатолия от пьянства. Мира Исаева, сестре Светлане нужно освобождение от алкоголя. Уверовала в Иисуса Христа, но не ходит в церковь, потому что боится людей. Сейчас она много пьет, очень много долгов. Галина Фатулла, прошу молиться за сына Толика, наркотическая зависимость. Несколько раз бросал, был в репцентре за полное освобождение. Вы видите, очень много просьб за молитву, освобождение от навязчивых, негативных, вот этих духовных, душевных состояний и свободу от зависимости, исцеления, конечно, тоже людям очень нужно. Аминь. Но тогда, если кто-то хочет освободиться, то перестань думать о себе, то есть о своих проблемах и своих косяках. Начни думать о нем, о том, кто освобождает. Наша цель в том, чтобы подниматься к нему. Как пар поднимается к солнцу, то он очищается в процессе. Он не пытается себя очистить, он очищается, потому что таковы законы. Вот таковы духовные законы. Чем ближе ты к Богу, чем чище ты становишься. И он сам тебя одевает в одежды, он сам тебя очищает. И поэтому просто сейчас сфокусируйся на нем, думай о его любви, думай о горнем. Думай, насколько могущество, насколько прекрасна его любовь. Насколько много мудрости в Боге. Это бездна богатства, это бездна премудрости. Никогда скучно не бывает. Сколько бы ты ни погружался, там просто глубина. И в этой глубине лопаются все твои проблемы. Как вот просто лопаются под этим давлением, вот этой любви, вот этой благодати Божией. Разрушаются, превращаются в прах. Лопаются, как мыльные пузыри, все твои проблемы. Потому что ты жаждешь пережить его любовь. Потому что в тебе есть страсть чего-то лучшего, чего-то более великого. Ты чувствуешь, ты знаешь, что ты рожден для этого. Ты знаешь, что ты был. Ты жив, потому что Бог держит тебя в своих руках. Это единственная причина. Если бы Бог отпустил тебя хотя бы на секунду, ты бы просто исчез, мы бы все исчезли. Бог держит нас в своих руках. И это шанс для каждого из нас. Бог верит в нас. Поэтому сейчас начни подниматься, начни восходить в своих чувствах, в своих желаниях. Начни стремиться к более высоким желаниям. Терять нечего. Подумай, в конечном итоге терять тебе нечего. А приобрести ты можешь очень много, очень много. Бездна богатства, премудрости Христа. Бог тянет к тебе свою руку. Бог вышел тебе навстречу. Он заплатил огромную цену. Кровь Иисуса Христа была пролита за твое спасение. И ты просто ныряй в Его любовь. Просто оторвись от земли. Если хочешь, физически можешь даже разбегаться и прыгать. Я здесь в студии не сильно разбегусь. Но ты-то там, где ты есть. Если тебе это действительно надо, если тебе это надо, тебя никто не остановит. Ничто тебя не отвлечет. Никто тебя не остановит. Ты войдешь в это прямо сейчас. И ты почувствуешь эту силу преображения. Поэтому прыгай, ныряй туда. Ты ничего не потеряешь. Но столько много, столько много ты приобретешь. Так много тайн бог тебе откроет. Такая сила будет проявляться. Божественная сила. Она будет течь через тебя. Его любовь. Его мудрость. Его знание от бога. Бог любящему дает знание от бога. И эта матрица, она разрушается. Матрица лжи, обмана и иллюзий, мирских иллюзий, она лопается, она разрушается. Ты же всегда подозревал, что это ложь. Что нас всегда обманывали. Это не просто заговор каких-то там, знаете, там, земных сил. Но это просто демоническое искушение, чтобы держать людей во тьме. Но мы выходим из тьмы к свету. Он и есть наш свет. И мы идем к этому свету. И мы обретаем лучшую версию себя. Мы обретаем новую жизнь. Потому что кто во Христе, тот новое творение. И с этого дня, с этой минуты, слушай, начни проявляться в этом мире, как рожденный свыше человек. Начни говорить из состояния любви. Начни говорить из состояния веры. Начни говорить из состояния рожденного свыше человека. Оставляй все заднее и постирайся вперед. Тебя ждут великие чудеса. Тебя ждет много невероятных событий. Много счастливых, добрых дней. И причина всему этому Христос. Причина всему этому Твой Спаситель. Потому что Он твой Бог. У тебя в жизни все получится. У тебя в жизни все будет хорошо. И Он твоя вечность. Он твое спасение. Он твое вечное блаженство. И огонь, который никогда не погаснет. Никто его не разжигал, этот огонь. Никто не может его погасить. Это и есть Бог, который всегда любящий. Который всегда огонь. Он всегда этот огонь. Это всегда пламя любви. Это всегда пламя Святого Духа. И это то, во что ты входишь прямо сейчас. Многие уже вошли. Многие уже благословились там. Многие уже преобразились у этого огня. Чего ты ждешь? Иди и присоединяйся. И будь соучастником со всеми святыми. Ты точно такой же человек. Тот же самый Дух Святой. Он изливается на тебя. То же самое Слово ты слышишь. Слово, которое спасло многих людей. Слово, которое избавило от бессмыслицы жизни многих людей. Люди обрели смысл. Люди обрели веру. Люди обрели силу. Люди обрели любовь. Благодаря этому Духу, этому Слову. И ты присоединяйся. И будь просто соучастником со всеми святыми. Вот в том действии, которое совершает Господь. Присоединяйся к этой реке жизни. К этому огню. И Он вечно будет тебя согревать. И это никогда не изменится. И никто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Аминь. Аминь.